Лавирует между ямами. На автодороге Лопоткова и Ефремов водителям больше не придется. В этом году последние 30 километров трассы приведут в порядок. Эта дорога одна из самых загруженных в регионе наравне Стула Новомосковск, Тулабелев. Автомобилисты ее используют для поездок на Черное море. Но долгое время объезжали стороной. К ремонту 100-километрового полотна приступили несколько лет назад. В этом году дорожники работу должны сдать. Сейчас на объекте вместе с асфальтуукладчиком одновременно работают пять катков. В день здесь укладывают больше километра асфальта. Качество работы на месте проверяет специальная лаборатория. Рабочие в двух местах отбирают пробы, так называемые керны. В лаборатории исследуют не только толщину асфальта, но и его плотность, то есть соотношение гранита и битума. От этих показателей зависит, как долго прослужит дорожное полотно. Было выполнено сначала устройство выравнивающее слое толщиной 4 сантиметра. Сейчас ведутся работы по устройству покрытия толщиной 5 сантиметров. Это все контролирует у нас дорожная лаборатория толщину слоев. На дорогу асфальтобетонная смесь поступает температура не менее 120 градусов, иначе пострадает качество дорожного полотна. От завода, где производят материал, до места ремонта не более 50 километров. Новая современная установка в Щекинском районе заработала около месяца назад. Теперь день здесь производят до 1200 тонн асфальтобетонной смеси. Сейчас подобных заводов в регионе 8. Они выпускают 7,5 тысяч тонн асфальта в сутки. Этого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности области в дорожных материалах. На сегодняшний день завезено почти 70% материала от общей потребности. И потихоньку довозят остальное. У нас на территории находятся битумные хранилища для заготовки в зимний период. Порядка трех тысяч тонн. Однако работа новых заводов еще недавно была под угрозой срыва. К объектам долго не подключали газ. Этот вопрос поднимают на оперативном совещании в правительстве региона. Работу Дорожного министерства критикует Алексей Дюмин. Указывает на то, что нужно было вовремя проводить подготовительные работы. Ведь на приобретение завода втратились миллионы. Просить деньги у Москвы для того, чтобы делать заводы, вовремя их не подключать и продолжать закупку асфальта. Грушится на нашем поддоге. Сергей Геннадьевич, риски такие были, но мы вышли довольно-таки достойно. Поэтому надо планировать все заранее и рассчитывать свои силы и средства. Если мы делаем заявку на приобретение трех заводов, мы должны понимать, что мы в состоянии их подключить, запитать. К дорожникам у губернатора возникли вопросы и по весовому контролю. Почему полотно ремонтируют, но его тут же разбивают больше груза. Грузовики свободно съезжают с федеральных трасс на региональной дороге, чтобы избежать платы по системе Платон. Выясняется, что в области сейчас работает всего один передвижной пункт весового контроля. Два других вышли из строя. Министр транспорта обещает, в ближайшее время область приобретет еще пять весов. Мы уже приобретаем двое весов нового образца, которые менее требовательны к площадкам для их установки. За счет экономии в Тула-Упродоре по проведенным аукционам мы нашли деньги. И будем сейчас размещать аукцион на закупку полностью трех весов с автомобилями, со всем оборудованием. Стоит каждый автомобиль порядка двух с половиной миллионов. В этом году в области перейдут в порядок почти 400 километров региональных дорог. На эти цели потратят 3,5 миллиарда рублей. Еще больше миллиарда направят в районы. В том числе 105 улиц отремонтируют в Туле. Дюмин ставит задачу закончить ремонт всех запланированных объектов до середины октября. Губернатор предупреждает, никакие погодные условия причиной срыва стать не должны. Надежда Мелихина, Роман Тюкин, Первый Тульский. Продолжение следует...